Было время, когда казалось, что ресурсов бесконечно много. Но в 2030 году начался великий энергетический кризис. В нашем мире ресурсов почти не осталось. И мировые державы создали Всемирное Космическое Агентство, чтобы искать решение проблемы за пределами Земли. Решением стал Helium-3, мощный затоп в изобилии обнаруженной на Луне. Благодаря ему человечество могло десятилетиями удовлетворять потребности в энергии. И в 2032 году человечество создало колонию на Луне под руководством Лунного Совета. ВСА построило несколько постоянных поселений для добычи и переработки Helium-3. Получаемую энергию отправляли на Землю по революционной энергосети в системе микроволновой передачи энергии, или МРТ. Какое-то время казалось, что все идет хорошо. Затем, одним судьбоносным вечером 2054 года, свет погас. Энергии не стало. Система МРТ отключилась, и связь с лунными колониями была утрачена. Из-за отсутствия на Земле ресурсов для запуска полномасштабной спасательной операции на Луне, Всемирное космическое агентство было навсегда закрыто в 2055 году. Но небольшая группа бывших колонистов ВСА не захотела мириться с унылым будущим человечества. Намереваясь выяснить судьбу колонии и восстановить систему МРТ, она готовилась к полету в заброшенном пусковом комплексе в пустыне. Сейчас, в 2059 году, она готова отправить астронавта на Луну. То, что его ждет, неизвестно и непредсказуемо, но задача ясна. Добудьте нам Луну. Приветище! Сегодня мы поиграем с тобой в игру про космонавта и его путешествие на Луну. Если тебе эта игру понравится, то с тебя лайкос обязательно и конечно же подписочка, если ты еще не подписан. И не удивляйся, что у меня странный голос, потому что я приболел. Что ж, давай начнем. Мы с тобой одни из тех, то есть совсем один человек, который отправится в космос. Из ролика мы поняли, что энергию, которую добывали с Луны на Землю, с ней что-то произошло. Точнее не с энергией, а с тем потоком энергии, которую послали на Землю. Мы готовы начать миссию, как поняли. Мы отлично поняли. Можно мы сейчас тут осмотримся? Мы все-таки последний день на Земле. На Земле, как мы с тобой выяснили, все плохо. Можно выйти отсюда? Нет, нельзя. Жесткая засуха и нет никаких энергетически важных ресурсов. Ну, точнее их все уже добыли. Так, значит, одеваем костюмчик. Вот это вот наш костюм, который будет нас защищать. Фортуна, вы на связи? Одеваем костюмчик. Наземный центр управления Фортуна 1 говорит Клэр, подтвердите радиоконтакт. Значит, вид у нас сменился, теперь мы от третьего лица играем. Давай откроем космоинструмент. WSA, приветствую. Подтвердите контакт, как мне это сделать? Радиоконтакт подтверждаю. Доберитесь до пусковой платформы и подготовьте ракету к пуску. Надо ее запустить до начала пыльной бури. Хорошо, я понял. Закрываем наш инструмент. И я думаю, что теперь мы можем спокойно выйти на улицу, да? Отлично. Космодром Фессон Роу, 2059 год. Вот она, Телец 5. На подготовку и отпуску нам потребовалось 4 года. Надо спешить. Через несколько часов пыльная буря будет здесь. Если не получится сейчас, смеси Фортуна будет покончено. Окей. Да, на земле, конечно, суровые условия. Ты сам видишь, что происходит. Это 2059 год. Что ж, пойдем спустимся, посмотрим, что внизу. Внизу куча всяких вагончиков, всякой дребедени. Можно что-то отсканировать, какую-то антенну. Давай это сделаем. Так, база данных пополнена. Это тарелка сети МРТ. Она служила для передачи энергии с Луны на Землю. Ясно. И, я так понял, она поломана. Ее пытались починить, но все безуспешно. Ладно, не будем мы здесь сильно расхаживать. Но сразу же побежим к нашей ракетке. О! Спутник! Первый спутник. Памятник спутнику. Спасибо, мы и так это знаем. Продолжаем подъем. Вроде бы нам сюда. Здесь лифт, который нас доставит наверх. Ой, как все плохо. Все тверкает, все искрит. Кажется, наш лифт сломался. И похоже, что нам придется наверх драпать своими двумя. База, база, прием. Я... Как меня зовут-то, господи? Я тот чувак, который сейчас полетит на луну. У меня сломался лифт. Почините мне его. Так, что-то зря я походу спускаться начал. Здесь вот лесенка есть. Она прям подсвечена для особо незрячих. Давай поднимемся по ней. В общем, поднимаемся мы с тобой вручную. Тут какой-то вентиль есть. Давай покрутим. Кручу, верчу. Лифт запустить хочу. Кажется, у меня это вышло. Так. Все приходится самому делать. Ужас какой. За что персоналу платят деньги? Не понимаю. Попрошу надбавку для своей пенсии. Все, поехали. Отлично. Хорошо. Вижу, вы на подходе к комплексу. Центр управления находится на верхнем этаже. Там вы сможете подготовить ракету. Вау. Мы уже пять лет не получаем из лунной колонии энергию путем микроволновой передачи. Сначала никто не верил, что передача энергии с Луны на Землю возможна. Но ВСА показало, что скептики были неправы. То же самое сделаете и вы, когда снова включите систему МРТ. Ног. Я вообще герой. Я все включу. Все воткну. Батарейки поменяю. Если там есть батарейки, конечно. Так. Похоже, что нам сюда. Это штаб ВСА. Откуда я смогу попасть к ракете? Почему здесь никого нет? Я понять не могу. Фонарик. Здесь вообще походу энергии нет. О! Памятник мне. Может не мне. Но я похож на этого чувака. Так. Энергия нашего будущего. Сеть МРТ. Передача с 2041. Так. Шариться мы здесь, наверное, не будем. Потому что тут уверен, ничего такого интересного нет. Сразу же идем в другую комнату. Введите пароль. Шикарно. А кто-нибудь мне скажет пароль? База, база, вызываю вас. У меня нет пароля, как пройти. Черт возьми. Почему меня вечно игнорят, когда мне нужна помощь? Так. Так. Сколько бычков. Ужас. Какие-то тут нервные чуваки работали. Значит, что мы здесь имеем? Автомат шоколадкой. Не подфартило. Есть одна шоколадка, но увы. Достать я ее не смогу, потому что у меня нет денег. Где-то здесь, где-то здесь должен быть пароль. Вот. Вот смотри. 3548. Отлично. Ух ты, я эту бумаженцу вертеть, крутить могу. Ладно, баловаться не будем. Значит, 3548. Теперь быстро-быстро с моей скоротечной памятью бежим вводить этот пароль. Бегом-бегом-бегом. 3548. Или я уже что-то напутал. Вводим. 3548. Отлично. Я справился. Ай, господи. Сколько та какая. Ни одной души. Здесь какой-то рычаг. Давай потянем. Походу запуском ракеты буду заниматься я, да? Исключительно один. Напоминает мне это чем-то субнатику. За исключением, что здесь мы находимся на суше, на земле. На своей... На своей родине. Когда-то это здание принадлежало ВСА, но уже много лет оно является нашим домом. Мне до сих пор не верится, что скоро мы навсегда отсюда улетим. Вскоре, после прохождения пыльной бури, весь этот регион превратится в пустыню. Ммм. Это, конечно, все не очень хорошо, но меня волнует, как мне запустить ракету и как мне вообще до нее дойти. О! Дверки открылись, значит нам сюда, да? Шикарно. Тут какие-то бумаженцы лежат, они нам нужны, нет? Это что такое? Какая-то крышечка, монеточка. Исследовательский комплекс Хайгенс. На обороте... На обороте написано Вечная память. Авария в комплексе Хайгенс, 2048 год. Это я вам в ту коробочку заглянул? Я-то думал, я бумажки читал. Ясно. Значит, здесь у нас план. Этот сканировать надо. Планы всегда сканировать, желательно. Так. Это план Фортуна. Полной решимости выяснить всю правду о Black Out'e 2054 года и восстановить подачу энергии через систему МРТ, Мария Гонсалес возродила из руин ВСА команду Фортуны. Уже в 2055 году люди Марии тайно приступили к работе. То есть я один из этих тайных чуваков. А, хотя нет, сейчас 2059 год. То есть это было 5 лет тому назад. Прикольная машинка. Луноходик. Так. Дрончик. Я вижу тут дрон. Его можно сканировать. Сломанный робот АСЕ Марии. Мария одна из немногих, кто выжил после сбой системы Криасна на базе Хайгенс. В 2048 году привезла с собой на землю поврежденного робота АСЕ. Она пыталась починить его в надежде восстановить голографические записи, сделанные аппаратом в исследовательском комплексе Хайгенс. Но, как мы видим, она его... Закрывайся. Табличка, закройся его. Но, как мы видим, починить она его, видимо, не смогла, да? Он в разобранном состоянии. Здесь вот что-то есть. Что тут? Угу. Здесь, короче, Мария переписывается с Сарой. Переписка давняя. 2054 года. Читать это неинтересно. Короче, там переписка о том, чтобы восстановить нашего робота. Ну, точнее, не нашего, а робота Марии. Здесь вот еще что-то есть, смотри. Что это? Флюксатин. Давай почитаем. Антидепрессанты. 100 таблеток. Мне это нужно? Наверное, нет. Я же не депрессую. Значит, мне ничего не нужно. Здесь еще есть какой-то журнальчик. Господи, я здесь все могу почитать, посмотреть, да, похоже. Давай это оставим. И фото на память. Это, видимо, погибшие Хайгенс. Или что-то такое. Вот. Здесь вот что-то написано. Исследовательская лаборатория Хайгенс не откроется. В САА считает, что исправить урон невозможно. Катастрофа в лунной колонии. Сбой функционирования базы Хайгенс. Ну да. Опа-поп. Что тут у нас? Где ракета-то, ё-моё? Сколько я еще буду тут шариться? Похоже, что ракета где-то здесь. Но я ее не вижу. Ого. Смотри, какой обломочек. Че это такое? Можно отсканить? Скорее всего, это часть какой-то ракеты. Часть от ракеты. Вон там, смотри, что-то написано. Центр управления. Помещение экипажа. А, так мне ж туда надо. Только здесь вот эту штуку надо подвинуть. Давай-ка я вам в ту сторону. Оп, почти. А так вот. Фонарик. Где ты? Здесь нам ничего не нужно. Поднимаемся выше. Центр управления. Нам именно туда. Ух ты, как здесь празднично. Смотри. Фонарик можно выключить. Кассеты какие-то. Читать не могу. Ого. Это что за голограмма там? Обалдеть. Всем спасибо. Фортуна 1. Состоится. Запуск Фортуны 1. Ясно. Тут нормально такая вечеринка была, слушай. Что ж, давай посмотрим, что это за голограмма. Заходим. Я могу послушать эту голограмму. Давай послушаем. Мы видели три вероятные причины отключения МРТ. Так, ладно. Давай не будем это слушать. Давай просто прочитаем вот здесь вот что написано. Готовясь приступить к выполнению задания, Клэр в очередной и последний раз пересматривает свои записи. Запись сделана 14 сентября 2059 года. Погоди, так это же вот-вот недавно было. Примерно через пять лет после блэкаута. Ясно. Сколько здесь всего интересного. Смотри, это отсеки разные. Мост для посадки экипажа, вспомогательные силовые агрегаты. Значит, мы уже где-то близко к ракете. Так. Помещение экипажа. Так, подожди. Помещение экипажа нам направо. Но здесь нет права, поэтому мы поднимаемся наверх. Центр управления. Вроде бы мы идем правильно. Хорошо, вы возле управления. Как можно скорее готовьте ракету к пуску. Мне бы еще подсказали, как это запустить. Здесь толпа людей, между прочим, работали, чтобы запустить ракету. А я такой пришел и тыкну одну кнопочку. И все пойдет, да? Мне похоже сюда. К компьютеру надо. Взаимодействовать. Подготовка к пуску. Перезагрузить энергосистемы. Перезагрузить. Отлично. Расчет нового времени прибытия бури. Клэр, у нас проблема. Буря надвигается быстрее, чем ожидалось. Намного быстрее. Времени очень мало. Фортуна, не останавливайтесь. Мы слишком много сделали, чтобы сейчас сдаться. Вот она, вот она наша ракета. Отлично. Пошли туда. Я так полагаю, что здесь нам больше ничего не нужно включать. Ори... Чего? Ориентейл. То есть ориентация, да? Подготовка к пуску. Закрыть оба клапана передачи топлива. Ну, я тут больше ни с каким компьютером не могу взаимодействовать, хотя... Хотя здесь есть какие-то проходики. А, ну это уже к ракете непосредственно, да? Но я видел там рычаг. Вот этот вот рычаг. Который нам нужно, видимо, ваткнуть. Давай повернем ключ. Так. И нифига. Нифига не произошло, потому что, как нам тут и написали, нужно закрыть оба клапана подачи топлива. Что ж... Скорее всего нам нужно выйти туда. Прямо к нашему... К нашей ракете. И уже вручную отцепить эти насосы подачи топлива. Вызовем лифтик. На кое мне здесь я пока не въезжаю. Пусть, короче, будет. Вот. А нам нужно вот сюда. Здесь как раз клапаны подачи топлива. Вот он первый. Сейчас мы его перекроем с тобой. Отлично. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну капец. Сделано, как говорится, на века, да? И всё рассыпалось. Ммм... И как нам туда пробраться? Ну вот, первые сложности. База, база, приём. У меня тут лестницы ломаются. Чё делать? Ага. И как всегда игнор. Ладно, похоже, что нам нужно спуститься вниз. Других вариантов я не вижу. Поехали вниз. Поехали вниз. Итак... Есть здесь что-нибудь... А-а-а... Вот и пригодилась эта штучка. Всё. Поехали наверх. Так. Выкатываем её тихонечко. Надеюсь, что застряли. Товарищ налево. За что? Как так? А что мы там застреваем? Давай-ка мы с этой стороны попробуем её вытащить. О! Пошло. Разворачиваем её. И, в принципе, должно... Вот так. Ещё не успел улететь на луну и уже какие-то проблемы на земле. Что за дела? Так. Всё. Второй клапан мы тоже перекрыли. Я думаю, что теперь мы можем спокойно повернуть ключ запуска. Хорошо. Водородные клапаны перекрыты. Идите обратно в центр управления и готовьте ракету к пуску. Я, собственно, этим сейчас и занимаюсь. Давай сейчас повернём этот заветный ключик. И, в принципе, должно всё заработать. Ой-ёй-ёй, ты посмотри, какая буря началась. Жесть. Мне бы ещё улететь с этой планеты. Вот так. Ракета готова к пуску. Надо запустить ракету, пока пыльная буря не уничтожила её. И всё, ради чего мы трудились. Блин, не туда побежал. Ща-ща-ща-ща-ща. Минута. Минута двадцать две. Куда мне... Нифига себе как меня сносит от этой бури. Я бегу-бегу-бегу. Капец. С таким штормом, в принципе, ракету может снести к чертям вообще не в ту сторону. И вообще создать крены. Таким образом я нафиг разобьюсь. Так. Лифт. Поднимай меня скорее. Вроде как успеваем. Всё в попыхах. Прибыли на второй ярус. Походу, что посадка именно здесь должна производиться. Я ни черта не знаю. Просто взяли меня, одели меня в космический костюм и сказали, лети. А чё, как, не объяснили даже. Всё, кажется, что я в ракете, но мне ещё доползти надо до рубки. Навигационные системы ракеты работают. Уже почти готовы. Всё так же, как на учениях. Вы справитесь. Начать процедуру пуска. О господи. 14 секунд. Я не был на учениях. Чё делать? Так, значит... Вот эти штучки, наверное, светящие надо воткнуть. Есть. Отчёт времени перед пуском начат. Последовательность предстартовых операций. Мост для посадки экипажа готов к убиранию. Вот это вот, наверное, да? Надо нажать. Обирается мост для посадки экипажа. Только будьте чуть внимательнее. А, вон он ещё. Я понял. Сейчас. Отлично. Всё как на учениях. Последовательность предстартовых операций. Запуск вспомогательных силовых агрегатов. А1, А3, Б3, Б4. Господи. А1. Вот это вот, наверное. А3. Вот это. Б3. И Б4. Так. Запускаются вспомогательные силовые агрегаты. Чё дальше? Рука для отвода испарений жидкого кислорода готов к убиранию. Значит, нажимаем. Блин. Не успел. Есть. Рукав для отвода испарений на месте. Заполнить баки системы шумоподавления. Быстро открыть все клапаны. Какие? Какие-какие? Вот эти? Открыл. Отлично. Система шумоподавления включена. Инициировать сжигание водорода. Где? Как? Вот это тумблеры, наверное. И нажать. Система сжигания водорода активирована. Стартовые двигатели готовы к запуску. Ожидание начала отсчёта времени. Вон камеры, камеры. Куча всяких. Что нажать? Что нажать? Скажите мне, что нажать? Рычаг. Рычаг, наверное, да? Начать запуск стартовых двигателей. Двигатели готовы через пять. Четыре. Три. Два. Один. Поехали, старт! Всё, мы, кажется, летим. Обалдеть, я запустил ракету. Сам. Всё сам. Офигеть, мы взлетаем. Как мне потряхивает знатненько. Камера отрубилась. Жалко, у меня компаньона нет. Прощай, Земля, я буду по тебе скучать. Ну чё? Чё-чё-чё? Мы взлетели и всё? Мы в космосе? Мы прошли атмосферу. Ракета вошла в термосферу. Фортуна-1. Ваш полёт начался. Это, конечно, всё шикарно. А чё дальше-то делать? Мне надо же как-то на Луну приземлиться, правильно? И починить там МРТ. Так, во-во-во, экран заработал. Т-5. Выполнена отсечка основного двигателя. Отделение ступени. Зажигание второй ступени. Ух ты. Красиво как. Когда первые астронавты отправились на Луну, всего сто лет назад, им, наверное, открылся невероятный вид. В то время Земля была похожа на жизнь. А сегодня у нас только пыль. Если сможете восстановить работу систем МРТ, то, возможно, вернёте надежду, утраченную после падения лунной колонии. Мы сможем восстановить, отстроить, а главное, начать думать о будущем. Вам нужно будет найти передатчик системы МРТ на космической станции Персон. Оттуда энергетический сигнал передавался на Землю. Это было последнее звено в сети МРТ до блокаута. Если ответы и можно где-то найти, то на станции Персон. Клэр, надо спуститься в убежище. Уж очень ветер усиливается. Понятно. Фортуна-1. Буря будет глушить радиосвязь. Какое-то время вы будете в одиночестве. Чтобы добраться до станции, нужно... И всё. Радиосвязь прекратилась. У нас помехи. Очень сильные помехи. Прошу вас. Добудьте нам Луну. Чёрт возьми. Земля, на самом деле, действительно похожа на какой-то высохший кусок сферы. Так. Выполнена отсечка основного двигателя. В красном горе, значит, она выполнена. Ну что? Что-что-что? Давай посмотрим, что у нас в инструментах. Запустить ракету. Выполнить второй этап последовательности предстартовых операций. Окей. Как мне это сделать? Второй этап. Отсечка основного двигателя. Что нажать? Что нажать? Вот это вот. А, нет. Это тяга. Господи. Где кнопки? Дотуда я не дотянусь нафиг. Чёрт возьми. О! Это что за фигня? Это батарейка, что ли, какая-то? Или Coca-Cola летит? А, кислород. Написано, что кислород. Ладно, давай тягу, короче, нажмём. Похоже, это единственное, что я могу нажать. Да. Отсечка выполнена. Зажигание двигателя второй ступени. Ээээ... Вот это повернуть. И нажать кнопочку. Шикарно. С подсказками любой дурак справится. А если бы ничего не подсвечивалось? Ага. Как бы мне тут было трудно. И потянуть вот этот рычажок. Это мы, значит, врубим зажигание. Окей. Ух ты, это ж я! Лечу на Луну. Первая ступень от нас отвалилась. Да, Луна не близко. Да, Луна не близко. Да. Ух ты, это ж. Та. 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 Посылалась И похоже Что к ней мы сейчас пристыкуемся Нам теперь Надо пристыковаться Что значит Почитаем задачи Попасть на космическую станцию Персон Пристыковаться к станции Вначале взлети Теперь пристыкуйся Ладно, давай попробуем это сделать Расстояние до цели 500 единиц Так И конечно же все это будет происходить вручную А не в автоматическом режиме Значит так Как это происходит Вот мы сейчас вниз опускаемся Теперь вверх можно? Вверх, вверх, вверх Стоп, стоп, стоп Теперь поворачиваем все Нам нужно просто попасть в центр Грамотно попасть в центр Иначе Мы все нафиг разнесем тут Кажется у меня это получается О, черт Это сложно, очень сложно в невесомости делается Все не так-то просто, как тебе кажется В принципе это так же, как и в фильмах Показывает Все так же Я не представляю, насколько это сложно в реальной жизни Блин Черт, 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 черт Кажется Все Выровнял Можно чуть-чуть еще наверх подняться А теперь вниз Есть Мы пристыковались Я вроде бы все грамотно сделал Ага Есть контакт Здорово Хорошенечко нас так потрясло Наземный центр управления Фортуна-1 Наверное вы уже добрались до космической станции Персон Буря сильно повредила наши приборы Мы не можем определить ваше местоположение и получить сообщение Но можем замечать колебания в сети МРТ Если вы это слышите Попав в центр управления Постарайтесь выяснить, что случилось С подключением системы МРТ Чтобы его восстановить Удачи вам там Спасибо, конечно Вы там Я здесь И между нами Расстояние в тысячу километров Здесь у нас невесомость Космическая станция Персон 2059 год Пять лет после блэкаута Блин, капец Как чувствуется невесомость Кувырок влево А, вот все А, теперь нам нужно На этой станции Найти МРТ Давай сюда сейчас подлетим Посмотрим на всю эту станцию А она, я тебе хочу сказать Очень большая Передатчик МРТ А, ну вот, собственно, это он и есть Одно из величайших достижений Исака Йоханссона Передатчик МРТ с 2041 года И вплоть до блэкаута В 2054 году Направлявший поток энергии С Луны на Землю С продолжением строительства И ростом обязанностей Исака В СА начал сказываться Его отрыв от семьи Ну, нам это не интересно Нам интересно то, как нам починить Этот МРТ-датчик Передатчик Оттуда мы вышли Это наш корабль Туда мы не можем Здесь заперто Ну, все, в принципе, тут ясно Нам только туда лететь Главное, башку себе не разбить А что-нибудь Потому что затормозить Нормально мы не сможем Там, где нет, собственно, гравитации Открываем шлюз Кислород Отлично А, что отлично Это, получается, здесь нет кислорода У нас ограниченный кислород Задача Включить систему жизнеобеспечения На станции Пирсон Хорошо Как бы нам развернуться-то так Чтобы почитать все Сеть МРТ Энергия станции Жизнеобеспечения отключена Ну, это мы уже знаем Где жизнеобеспечение Уровень 0 Центральный узел Хорошо, что тут все еще подписано А то я бы так не разобрался Господи, кажется Я не доберусь до центра жизнеобеспечения Потому что я тут запутаюсь Электричество Господи Господи Центральный узел Ай, ладно Пошли, короче, сюда Хотя я сомневаюсь, что нам сюда Что тут у нас есть Здесь закрыто Мы сюда никак Обратненько давай Так, у меня осталось меньше Полубака кислорода Здесь есть Какие-нибудь Баки Например, вот это Вот это что Что это такое Непонятно Но я это Схватил Я где-то видел Баночки с кислородом Мне Срочно нужно их найти Блин, может быть Здесь где-то что-то Вставить можно Куда-то Может быть сюда Это вставлять Да Вот так вот мы вставляем О, отлично Кислород Здорово Шикарно Немножечко Пополнили запас Кислорода Но не шибко Что сюда Теперь надо вставить Еще Две таких батарейки Нужно сюда Я видел парочку По-моему там Так Надо срочно найти Кислород Блинский Вернуться что-ли К себе на корабль Так А если я сейчас вернусь И закрою шлюз этот Кислород должен Стабилизироваться По идее Так Отлично Это сработало Очень здорово Фух Сейчас мы восстанавливаем Кислород И пошли заново Возвращаемся обратно В центральный узел Тот отсек я весь проверил Там больше ничего нету Интересного Поэтому Шаримся здесь Вон Вижу вон там Батареечку Это что у нас В хранилище Ну как бы логично Что в хранилище Есть Какие-нибудь элементы Энергоснабжения Еще вот ящичек есть Но его сейчас пока не открыть Так значит Батареечку Вставляем сюда Готова Осталась Еще одна Она скорее всего В другой стороне Ооо Сколько кислорода Значит Возьмем Все это Побольше Может быть Конечно Я и зря Это трачу Сейчас Так А где у нас тут А здесь собственно Ничего и нету Вот это прикол Вот это поворот Хотя Вау 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 Здесь короче Дверь заклинило Угу Давай вот этот ящик Откроем Может Может в нем Что это Что это такое Это какая-то посылка Внутренняя почта ВСА Отправлена В лунный узел Коперникус Запчасти для АСЕ А ну это запчасти Для того дрончика Которого мы с тобой Видели на земле Ясно Может быть Они нам потом пригодятся Возможно Запчасти всегда нужны Пойдем Попробуем Открыть еще Тот ящик Наверняка Там что-то есть У меня кислорода Беда Сейчас Сейчас Мы вернемся обратно Я слышу Сейчас 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 Придется все Это Высосать Весь кислород Вот так вот О Жить можно Отлично Вот он этот ящик Открываем А здесь кислород Блин Ну и где тогда Искать мне еще Одну батарейку Может быть Ее вытащить Отсюда Я смогу Это сделать Давай попробуем Ну да Вроде как могу А Ну здесь сразу Двери закрываются Значит Мне нужно Эти двери Как-то Заклинить Короче Смотри Какая здесь система Значит Вынимаем Эту батарейку И вставим Ее сюда Для поддержания Открытых Этих дверей Вот По идее Если мы сейчас Там эту батарейку Вытащим Они здесь Не закроются Так Ну-ка Ага Все получилось Отлично Все оказалось Проще Чем я думал Ничего искать Не нужно Все было Совсем рядышком Значит Вытаскиваем Эту батарейку И ставим Ее сюда Все Жизнеобеспечение По идее Должно Заработать Что такое Требуется Перезапуск Системы Ну хорошо Давай перезапустим Жизнеобеспечение Подключено Система ВСА Активирована Резервное питание Уровень кислорода Растет Значит Мы видим Что жизнеобеспечение Подключено Энергии Станции Очень мало И сеть МРТ Отключена И по идее По идее Да Центр управления Открылся Давай Слетаем туда Посмотрим Что у нас Здесь Собственно Вообще Происходит Голограмма Есть С историей Давай Ка мы Эту Голограмму Посмотрим Система МРТ По прежнему Не функционирует Инженеры Станции Пирсон Сара Бейкер И Рольф Робертсон Спускается На поверхность Луны Запись Сделана 25 Сентября 2054 Года Спустя Два Дня После Блэкаута Короче Эти Ребята Пытались Запустить На резервном Пытании МРТ Но Ничего У них Я так понял Не вышло Тут у нас Лунный Узел Главный Зал А Отлично Это Карта Данного Комплекса Жилые Помещения Кабинеты Для Участников Совета Технические Службы Управлением РТ Вот Управлением РТ Нам нужно Вот это Это Пятый Узел В самом Низу Капец Что это За картинка Такая Давайте Сканем Лифт Станции Пирсон Ясно Куда Нам дальше Тут Походу Что сюда Потому что Других Дверей Я тут Не видел Мы Сейчас Находимся Во Внешнем Круге А нет Вот Центральный Узел Но мы Вылетели Во внешний Круг Что У нас Здесь БК Лайбра Ух ты Какая Луна Прикольная Обалдеть Надеюсь Мы туда Спустимся И погоняем На Луноходе Это Будет Вообще Роскошно Так И что У нас Тут В Лайбре Куча Всякой Техники Что Это Такое Непонятно Не могу Взаимодействовать Мы Находимся В третьем Узле Это Что Это У нас Крыло Лайбра Помещение Для сна Центр Управления Обслуживание Спасает Жизни Обслуживание Может Спасти Вам Жизнь Как Можно Скорее Сообщите О любом Структурном Повреждении Ближайшему Руководителю По техническому Обслуживанию Это Наш Долг Нам Походу Сюда Да Оп Центр Управления О Рольф Робертсон Это Тот Чувак Один Из тех Людей Которые Пытались После Блэкаута Запустить МРТ Ха У него Здесь телескоп Стоит На землю Смотрел Мы Тоже Посмотрели Значит Здесь Он Спал Зубные Щетки Паста Пластинка Или А Это Журнал Монмен Читать Не буду Ух ты Сколько Здесь Запчастей Всяких Интересных Давай Сканем Может Пригодится Аппаратура Крисона Сколько Здесь Техники Почему Здесь Нету Гравитации Почему Ее Нельзя Врубить Мне Уже Надоело Летать Так Это Сара Бейкерс А Это Ее Комната Готовясь К спуску На Луну Рольф И Сара Обсуждают Блэкаут И Отключение МРТ Запись Сделана 24 Сентября 2054 Года Спустя Один День После Блэкаут Тогда Посмотрим Что тут У нас Есть Что Это Такое Это Пароль Какой-то 2539 Ага Мы Этот Листочек Короче Забрали С собой Хорошо А это Что Такое Данжер Электрик Шок Риск Это Скорее Всего Знаешь Как У Железного Человека Батарейка Только Батарейка Для Дрона Больше Ничего Здесь Такого Интересного Нет За исключением Лайк Подписочка Если Ты Еще Не Подписан И Конечно Комментарий Под Видео Ну а на этом Все Я с тобой Прощаюсь Увидимся В следующем Видео Пока Субтитры